Конец декабря – знаковое время для открытого акционерного общества НСР. В 20-х числах месяца его работники отмечают профессиональный праздник – День энергетика. Недалеко от этого стоит и другая дата – День рождения предприятия, которое ненадежно обеспечивает горожан теплом и электроэнергией. О том, что делано за уходящий год и планах на будущее, традиционно рассказывает журналистом генеральный директор НСР Сергей Пономарев. 2014 год выдался непростым, но на бизнес-планах НСР это практически не отразилось. Предприятие, входящее в группу ЕвросипЭнерго, успешно справилось с первым этапом инвестиционной программы. Замена турбины и турбогенератора номер один позволила повысить надежность работы станции и улучшить экономические показатели. Теперь на очереди аналогичные работы на втором турбогенераторе, отработавшем полвека. По их завершении на 100% будут обеспечены электроэнергией автомобильный завод «Урал» и другие промышленные потребители. Чувство удовлетворения вызывает и налаженная система расчетов с населением. Агентский договор заключен с Челябинским центром, который также проводит начисления по коммунальным услугам и энергоресурсам всему городу Челябинску. У организации совершенный программный продукт, позволяющий вовремя учитывать изменения в законодательстве. Как результат, повысилась собираемость платежей и улучшилось качество услуг. У нас на сегодняшний день удовлетворение в том, что у нас очень хорошо налажена обратная связь. То есть, если возникает какое-то замечание, оно неизбежно по какому-либо лицевому счету, мы быстро можем, соответственно, получить информацию от них и быстро внести изменения и сделать перерасчет. По плану выполнялись и ремонтные работы, в первую очередь на магистральных сетях, в центральной части города, на улице Академика Павлова. К процессу компания МЦР подходит основательно, долгосрочность планирования дает зримые результаты. Мы увеличили с нашей точки зрения долгосрочность, жизнь, труб, которые у нас были все время в воде или наполовину в воде. То есть, мы увеличим срок эксплуатации, мы увеличим температуру подачи. Это означает, что сухая труба, то есть, теплоноситель не будет терять, то есть, уменьшатся наши потери тепловые. То есть, все это планомерная работа. При той напряженной ситуации, что сложилось с бюджетом, качество проведенных ремонтов особенно важно, как и знание слабых мест, требующих повышенного внимания. Они, как, например, участок трассы на предзаводской площади, на особым учете. Мы четко знаем, что у нас источник, на который мы можем реально сегодня рассчитывать, это тариф. В тарифе определенные вещи. У нас, значит, по центральной части города порядка 7-8 миллионов средств. Вот мы их должны использовать, приоритеты расставить, будь то предзаводская, академика Павлов, Павлов или еще что-то. Это уже мы с вами, мы должны будем проявить, будем говорить, какую-то прозорливость их использовать. Прозорливость – такое качество, что требуется в разных сферах деятельности. Именно оно позволило так отстроить работу отдела по работе с населением, что количество жалоб и обращений уменьшилось в разы. Системно подходит предприятие к обучению персонала, реализации множества социальных программ. Корпоративные делают привлекательные работы в НСЕРе, общегородские создают ему положительный имидж. На этих принципах будет строиться работа и в наступающем 2015 году. План на ближайшие 12 месяцев детально проработан и подробно расписан. А значит, без тепла и света горожане не останутся. Дмитрий Скляров, Александр Лядов, ОТВ МИАС.